Анатолий Адуардович, с момента прошлого приезда, когда я приезжал на подписание договора, сюда это в декабре месяце было, я не видел вот этих наград, их еще здесь не было. Я знаю, что они все лежали какие-то в московском офисе, какие-то здесь у вас по кабинетам. И вы сейчас их собрали здесь, в конструкторском бюро. Скажите, вот я прошелся, посмотрел какие-то из них. Вот вообще расскажите, ну про какие-то из них, может быть, такие самые значимые, которые для вас самые дорогие. Да я бы, наверное, прошелся кратко по всем. Да, давайте так и сделаем. Значит, это малая часть наград, просто, то, что, образно говоря, под руку попало, на это повесили. Ну вот, это казахстанская награда. Я выступал в Астане на Международном форуме по тому, как вот улучшить евразийское пространство, улучшил инфраструктуру, построил скоростные дороги и получил грамоту из рук министра экологии, который, собственно, под эгидой этого министерства экологии проводился этот Международный форум. Ну, это награда, я стал послом мира, ну, здесь можно больше не говорить. А это одна из моих первых грамот, полученная еще в 1966 году, за действующую модель ракетодром. Я увлекался ракетостроением, это я был учеником, там, 9-10 класса, когда я поделал модели, троступенчатые, они улетали на высоту 2-3 километра, а оттуда на парашюте спускалась мышка. Это диплом «Рицарь науки и искусств Российской Академии естественных наук», а там вот как раз подтверждение этого диплома, вот эта награда. Ну, к этой академии по-разному относятся, но я могу сказать, что там не меньше талантливых ученых, чем в Российской Академии наук. Это награда с серебряной медали, как руководителя компании, которая получила три знака качества. Три знака качества. Как национальная программа продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий «Российская марка». Три, видите? Раз, два, три. Это проект модуля пассажирского юнибуса, технологии струнного транспорта, проект модуля грузового. И мы получили эту награду от Высшего совета знака качества «Российская марка». Это вот подтверждение того, что эти свидетельства получены. А это две золотые медали ВВЦ. Ну, ВДНХ. Золотые медали. За лучшее тоже достижение. Это диплом номинанта ООО «Струнградспорта Юридского», где я генерал-директор генерал-конструктор, на награду «Золотая колесница». А здесь вот сама награда «Золотая колесница», врученная Министерством транспорта Российской Федерации и Государственной Думы. Это высокая награда. Называется она, если прочитать «Золотая колесница», как прочитается? Номинации проект года транспортной отрасли. То есть номинации проект года транспортной отрасли. Это «Золотая медаль ВВЦ». Вот как раз одна из них там несет. Получена еще в 98-м году. Я получил ее, эту «Золотую медаль» из рук министра науки и технологий Российской Федерации. Тогда был «Кирпичников». А это награда за участие в выставке проекта «Юграйн-2007». Я участвовал в трех выставках в Ханты-Мансийске, трех международных форумах. После этого у нас были заключены контракты, мы были конкурсы на разработку стратегии применения струнного транспорта в округе, территория которого, кстати, превышает территорию Франции, где мы предложили построить около трех тысяч километров струнных дорог, грузовых, городских, высокоскоростных. Мы были поддержаны губернатором Ханты-Мансийского округа. И даже были в бюджете округа 800 миллионов рублей на первый реальный уже адресный проект струнного городского дорога в городе Ханты-Мансийске. Но произошли некие события, был кризис 2008-2009 года, мировой кризис экономический, финансовый. А потом сменился губернатор, и эта поддержка ничем не завершилась в Ханты-Мансийске. Ну, это очень диплом «Промтранс-2009». Ну, а таких дипломов много. Это международная специализированная выставка «Ярмака», тоже награда. Здесь тоже экспоцентр за участие, тоже выставляли действующие модели. Это «Сити-Транс-Экспо», тоже там была действующая модель, и я выступал с докладом, как использовать струнный транспорт в городах. Это награда в Пакистане, тоже там интересная история. Там был международный форум в Исламабаде. В Исламабаде, да, или в Карачи, в Карачи, в Карачи, в Карачи, да. В 2004 году ввел это министр транспорта Пакистана, там было участие, наверное, ну, человек 500, не меньше. И после моего доклада, когда мы демонстрировали возможности струнного транспорта, и в том числе ролики показывали, весь зал стал и хлопот, песочек. Ну, тут будет еще там. Значит, это сертификат за участие тоже в международной конференции. Так. В Ливии. Ему очень понравился проект и возможность использования этих технологий вот в Ливии и в Африке вообще. Так, это РУС Интерэкспо, тоже участие, это международная выставка, ярмарка. Международный конгресс промышленников и предпринимателей. Это как раз тоже мы участвуем в международных этих форумах, и как раз получили вот эти три награды. Это выдавал как раз союз промышленников и предпринимателей Российской Федерации. Здесь спецтранспорт 99, это одна из первых выставок, в которых мы участвовали. Так, это транспорт для городов и курортов. Тоже, это одна из золовой областей применения нашего транспорта для развития туризма. И в том числе и в курортных городах, как правило, побережье морей и океана. Это РУС Интерэкспо, тоже ультробная награда. Это автосалон 2001, это вот диплом, открытый инноваций, это свежий, в 2014 году мы участвуем. Это опять же Российский союз промышленников и предпринимателей. Так, шестая национальная выставка, ярмарка. Это тоже участие в международной выставке Российского союза промышленников и предпринимателей. Это часть наград, небольшая, то не все. Просто больше места нет. Но здесь четыре этажа, я думаю, что... Ну, вот те этажи, здесь администрация находится, поэтому это, как бы, часть открыта для посетителей, а те тоже закрыты. Много ноу-хау информации закрытой, секретной, поэтому там ограниченный доступ. Да, это... Поэтому туда могут прийти только те, кто подписал договор о кондиционности и несет ответственность. Чтобы понимать, что такое, если бы Кока-Кола сто с лишним лет назад раскрыл секреты ноу-хау кому-то из посетителей, потому что ему было интересно, расскажите, что за ноу-хау, как можно эту гадость пить, и что вы ей делаете, ему пить нельзя, да? Если бы они рассказали, то они мне заработали триллион долларов. Вот в чем дело. Поэтому надо относиться к ноу-хау более серьезно, чем большинство людей, которые не понимают, что такое ноу-хау. И секреты. Они... Это наша самая большая ценность. Мы знаем, другие нет. Поэтому можно над нами смеяться, издеваться. Ну, это малограмотные, малопонимающие люди так делают. А мы-то знаем, что мы стоим, да? И сколько у нас есть секретов. И другим, чтобы догнать нас, надо вложить миллиарды долларов. Не один год, даже не одно десятилетие. Поэтому как раз вот именно это мы больше всего ценим. И эта часть нашей работы является публичной. Поэтому извините, но мы туда не попадем. Мы это успели почувствовать наши уже акционеры текущие, те, кто еще хотят принять решение, вот, стать акционером, присоединиться. И вообще, вот, все награды, да, это одна из таких важнейших частей, вот, в нашей работе, в том, чтобы человек, ну, понял вообще, чем мы занимаемся. Потому что, на самом деле, сейчас, ну, нелегко, да, на этом рынке, который испорчен, так сказать, различными финансовыми проектами, которые, ну, типа того, да. Очень непросто донести, да, чтобы человек понял вообще, чем мы занимаемся, поверил в это, да. И тем более, те факты, которые сейчас висят на стене, ну, они сами говорят. Вот говорят там иногда, что Юнисик там жулик, мошенник. Ну, я, наверное, какой-то вот хитрый жулик. Вот 40 лет, кладываю деньги. В общей сложности, если перевести на сегодняшние деньги, я привлек под свою ответственность, там, кредиты, займы, потом возвращать и так далее, примерно 300 миллионов долларов. И вот 40 лет, я вот, так сказать, с точки зрения этих людей, жуничаю, обманываю, чтобы потом украсть миллион долларов, да. Вложу в 300. Ну, это, наверное, надо звать по-другому. Это сложнейшая работа по продвижению очень сложной инновации. Это отрасль. Это транспортно-целую отрасль. Как авиация, как железнодорожная отрасль, как удобили строение. И вот тот путь, который я прошел, которым я иду, никто до меня не проходил. Кто отрасль создавал транспортную в одиночку, без поддержки государства, без финансирования? Кто? Форд? Ну, он не отрасль, он делал автомобиль, это не отрасль. И автомобиль, вообще-то, был известен за 100 лет до Форта. Только был он паралон. Фактически только организовал массовое производство автомобилей, да, и начал их продавать. И потом конвейер изобрел. Это несколько иное, чем то, что я делаю. Надо разработать принципиально новый подвижной состав. Принципиально новую дорогу второго уровня. Принципиально новую инфраструктуру, включающую, в том числе, автоматизированную систему управления. Новую логистику надо разработать. Это сложнейший комплекс работы. И фактически мы это делаем, ну, без поддержки. Мир никогда инноваций не принимает и не воспринимает. Вот за что сожгли Джордана Бронова? За что? Что он плохого сделал? Сказал, что Земля вращается вокруг Солнца, и его надо было жить за это. Так, а не надо думать, что время сейчас другое. Отношение к инновациям точно такое же. Только просто стали другие слова говорить, потому что законы там и так далее поменялись, отношение к людям поменялось, да. Но суть осталась той же. Надо сжечь, надо уничтожить того, кто хочет изменить мир Кучи. Понимаете? Поэтому сложно. Ну, мы идем этой дорогой. Я иду, я не жалею о том, что выбрал такой путь. Он не усыпан был розами, и дальше не будет усыпан розами. Только колючками от вас. Да, собственно, я на это и не рассчитываю. Я понимаю, что это нужно человечеству, это нужно цивилизации, это нужно каждому человеку в любой стране. Должен быть экологически чистый, безопасный, комфортный транспорт, дешевый, недорогой, потому что мы не так уж богато живем, чтобы на каждую поездку тратить большие деньги. И наша жизнь одна у нас. И не хотелось бы, чтобы меня, моих близких, коснулась, допустим, авария на автомобиле дороги. Полтора миллиона человек гибнет. Год на автомобиле дорог. По крайней мере, вот то, что я говорю, никто еще не проверил, что мы можем повысить безопасность в тысячи раз, снизить вероятность аварии, гибель людей довольно ниже, чем авиации. Ну, даже одно то, что я говорю, что мы можем спасти в 21 веке, порядка ста миллионов человеческих жизней раз и не заслуживают какого-то уважения. При этом я не говорю, дайте мне что-то. Я ничего не прошу, я делаю. Почему меня так ненавидят? Почему? За что? Видимо, кому-то это не угодно. Нет. Причина другая. Люди так устраивают. Мир консервативен. И он невосприниматель на вас. Очень длинный. Просто, допустим, в России делается так, в Великобритании по-другому. То же самое, примерно. В Литве по-третьему. Ну, это не надо понимать, что я там жалуюсь. У нас все хорошо. Это все ожидаемо. Я, в другом принципе, по большому счету, это не ждал. И дальше не жду. Что на руках носить будут, памятники ставить. И это абсолютно не нужно. Памятник ко мне будет миллионы километров дорог по всему миру. Экологически чистых, безопасных, которым пользуются все люди планеты. Антолий Эдуардович, мы с вами. Я вам говорю от лица нескольких тысяч человек инвестиционной компании Skyway Capital. И на самом деле чувствуется, что люди проникают сюда этой идеей. И с каждым днем становится у нас все больше, больше и больше. Сколько я сегодня вопросов привез от наших акционеров, партнеров. Это все как бы выжимки с нашего полцентра, с нашей информационной поддержки. Очень благодарен вам, что мы сегодня вообще раскрыли эти темы. Частично. Да, эти вопросы. Но это, так сказать, выжимка такая была. Просто вопросов сотни. И с каждым днем приходят все новые и новые инвесторы, которые опять же проходят какой-то цикл понимания того, что мы делаем с вами. Желаю, наверное, нам успехов. И вам, и нам все вместе успехов, чтобы мы достигли общей цели. Ну, скажем, без инвесторов мы этой цели не достигнем, потому что, к сожалению, в этом мире за все надо платить. И платить деньгами. Чтобы конструктор работы мог платить ему заработную плату. А чтобы мог работать, надо ему купить компьютер, стол, стул, арендовать помещение, купить программу расчетную, иногда в том, если 100 тысяч долларов за одну программу, за одно рабочее место. А иногда и больше. Чтобы потом взять участок земли, так, под 100 гектаров, чтобы построить тестовые участки, а потом построить там эти тестовые участки. Это уже миллионы, десятки, даже сотни миллионов долларов. За все надо платить. Зато потом мы выйдем на рынок с прорывной транспортной технологией, захватим его, в общем, впереди планеты всей, и обгоним всех и навсегда. И поэтому вы делаете очень важную, большую работу. Спасибо вам за это. Приводите инвесторов. Мы всем им рады. Все, да, мы тоже очень рады просто. Мы понимаем ценность в этих людях. Вот. И такое, да, меня обращение. То есть мы постарались вообще, ну, постарались раскрыть вот в этот приезд такие основные важные какие-то моменты, да, которые задаются нашими акционерами, вопросы раскрыть, да. Также разбирайтесь, задавайте вопросы, пишите. Мы обязательно. Мы все открыты непосредственно. Анатолий Эдуардович всегда у нас связи. Если бы он задал вопросы, я бы ответил нормально. Но это не вопросы, это оскорбление и обвинение. А грамотного человека. Да, но Анатолий Эдуардович, вы сказали, приезжайте в гости, да, сядем за круглый стол и обсудим. Ну, за базар надо отвечать. Безусловно. И тому, кто вот этот базар устраивает, надо тоже отвечать. А они же прячутся, они хотят отвечать за помой, который не выливает на нас. Ну, давайте не будем о них, закончим на позитивной ноте. Все, Анатолий Эдуардович, спасибо огромное, всего вам доброго. И вам удачи.